Всем привет, друзья, с вами я, Дима, 2D-Cube, и свежий выпуск новостей музыкального оборудования от MusicMagTV. Помимо, собственно, новостей, в этом видео мы с вами рассмотрим самые вкусные софтовые подарки, подготовленные производителями на Чёрную Пятницу. Короче, усаживайтесь поудобнее и погнали! Начнём с новостей от ROLI. Эта компания показала нам новый контроллер под названием LumiKiss Studio Edition. Как и уже знакомая нам клавиатура Seaboard Block, новый контроллер поддерживает передачу MPE данных. Например, здесь можно модулировать высоту отдельных нот, просто покачивая клавиши. Клавиатура нового контроллера сохранила свой классический вид, так что при желании вы сможете выключить режим MPE и играть на Seaboard Block Studio Edition, как на обычной клавиатуре. Главной фишкой контроллера стала уникальная подсветка клавиш, доставшаяся ему от младшего братика LumiKiss, который, собственно, ничем кроме отсутствия новых MPE-возможностей от новой Studio Edition не отличается. Подсветка была добавлена в контроллер, разумеется, не просто ради вау-эффекта. Она должна помочь новичкам чуть лучше освоиться в непростом мире музыкальной теории. Работая с LumiKiss SE, вы сможете подсвечивать музыкальные лады, тонику, готовые аккорды и так далее. В комплекте с контроллером, кстати, идёт и специальное обучающее приложение. Новый девайс будет полностью совместим с любыми модулями серии Blocks. На борту здесь имеются аккумулятор и Bluetooth-датчик для работы в беспроводном режиме, ну а стоимость клавиатуры равняется всего 300 долларов. Продажа LumiKiss Studio Edition должен поступить и в январе следующего года. Дальше у нас гром среди ясного неба от дядюшки Ули Беринджера под названием Беринджер Свин. Ну то есть я хотел сказать Свинг, конечно. И да, это не что иное, как 100-долларовый клон контроллера K-Step. Задорно так с Робин Гужиной дядей Ули у компании Артурия. Углубляться в этические размышления на тему того, насколько вообще такое поведение приемлемо, я думаю, мы с вами не будем. Если вам захочется как-то выразить своё мнение по этому поводу, то лучше оставьте его в комментариях к видео. Что же касается реакции самих Артурия на эту довольно дерзкую выходку, то она не заставила себя долго ждать. Вот так вот, собственно, эта реакция выглядит, а сопутствующий ей текст гласит, что, мол, мы это, конечно, за комплимент воспримем, но ты, Ули, смотри, играй, играй, да не заигрывайся. На что Ули дал свой собственный дипломатический ответ, суть которого сходится к следующему. Что хочу, мол, то и делаю. Если поймаете, то я готов и по щам получать, но только, мол, вы попробуйте поймайте. Нам с вами, однако, как ни крути, все эти всклоки только на руку. Стоимость оригинальной K-Step от Артурия, например, после всего произошедшего упала до смешных 100 евро. Так что теперь вопрос будет решаться уже фанатскими, так сказать, войсками обоих брендов. Цены на оригинал от Артурии и клон от Беринджер теперь почти равны. Ну и, кстати, если вы в этом вопросе на стороне французов, а K-Step у вас еще нет, то милости просим к нам в гости в московский салон Сент-Азариум, ну или в интернет-магазин mmag.ru. Используя вот этот вот промокод, вы сможете купить K-Step и вообще любое другое музыкальное оборудование по специальной сниженной цене. Но если вам больше нравится Беринджер, то можно просто и наклеечкой, например, артуриевское лого залепить, и дело в шляпе. Компания KORG показала нам новенький железячный секвенсор под названием SQ64. Выглядит девайс очень многообещающе. Если говорить простыми словами, то японцы по сути сделали что-то вроде Артурия K-Step Pro, только без клавиатуры. Хотя, почему без клавиатуры? На самом деле, вполне себе с клавиатурой. Дело в том, что пэды устройства умеют работать и в режиме передачи нотных данных, если понадобится. Однако основная их роль, конечно, сводится именно к шаговому программированию секвенций. Начинка SQ64 предлагает нам три мелодических дорожки и одну барабанную, рассчитанную на работу с 8-ю ударными. Также на борту есть множество дополнительных опций, вроде арпеджиатора и различных рандомизаторов. Ну а задняя панель ломится от обилия CV-гейт-выходов на радость всем модулярщикам. Впрочем, при желании девайс можно будет использовать и по MIDI, или даже по USB в связке с компом. Стоимость Cork SQ64 при этом составляет 300 долларов, но в продаже секвенсор должен появиться в январе следующего года. Ещё один секвенсор, но на этот раз уже модульный, показали латыши из Erika Synth. Называется девайс Black Sequencer и включает 4 CV-гейт-дорожки с возможностью независимого переключения паттернов, скорости и размера для каждой из этих дорожек. Также на борту есть генераторы LFO и огибающих, квантизатор, рандомизатор и даже MIDI-порты. В общем, по-настоящему жирная такая штука. Стоит Black Sequencer не менее жирных денег – 510 евро. Далее новость от англичан из Model Electronics, которые спешат обрадовать всех, кому понравился новый Cobalt 8 из прошлого выпуска, но не понравилась его клавиатура. В общем, семейство Synth of Cobalt пополнилось двумя новыми модификациями. С клавиатурой побольше, для тех, кому 49 клавиш мало, и вообще без клавиатуры, для тех, кому 49 клавиш наоборот много. Подробности про Synth вы найдете в прошлом выпуске, который про железо. Ну а что касается цен, то они составляют 650 долларов за рэковую версию и 820 долларов за 61-клавичный инструмент. А вот M-Audio запустили новую линейку клавишных контроллеров Oxygen Pro, включающую три полноразмерных моделей и мини-клаву. К особенностям серии стоит отнести полувзвешенную механику клавиатуры, которая вроде как даже и на мини-версии установлена, чего я вообще, честно говоря, никогда раньше не видел. Также здесь имеется поддержка автоматического мэппинга контроллеров на самые популярные плагины, встроенный арпеджиатор, ладовые и аккордовые настройки, ну и, конечно, поддержка любимой фанатами AKMPC функции Note Repeat. Цена на новые контроллеры должна варьироваться от 130 до 300 долларов, но в продаже они появятся в ближайшее время. Нельзя не упомянуть и о новых 6,5-дюймовых мониторах Frontier, совершенно неожиданно представленных нам компанией Output, которая до сих пор занималась созданием исключительно плагинов. По словам портала SameSound, новинка создана совместно с компанией Barefoot Sound, ну а сам производитель называет модель новым золотым стандартом студийного звука, не иначе. Мониторчики получились прям-таки дизайнерские, что, в общем-то, хорошо заметно из ролика. Нижняя часть здесь, например, выполнена из массива ореха, который будет не только симпатично смотреться в вашем инстаграм, но и гасить ненужные вибрации, что куда важнее. Высокочастотный твиттер здесь спарен с мультичастотником, фазоинверторы расположены спереди, мощность одного монитора составляет 200 Вт, ну а частотный диапазон варьируется от 45 Гц до 20 кГц. Короче, новый Frontier и выглядит симпатично, и в акустически неидеальных помещениях должны себя, по идее, довольно хорошо вести. Но вот цена довольно кусачая – 1400 долларов за пару. Заканчивает наш железячный раздел новость от сумасшедших финнов из новоявленной компании Scope Labs, выпустивших вот такой вот чудо-стимпанк-микрофон под названием Перископ. Помимо диковатого внешнего вида, стоит упомянуть о типе микрофона. Здесь это конденсаторный всенаправленный майк, ну а также о наличии в Перископ встроенного компрессора, который еще и выключить будет никак нельзя. На очевидный вопрос – нафига, мол, вам где понадобилось встраивать в микрофон компрессор, который еще и сигнал перегружает? Финн отвечает довольно просто – захотелось нам так, да и получилось довольно круто. А получилось у них, судя по всему, и правда весьма и весьма неплохо. Обладателем устройства уже успели стать, например, Chemical Brothers и Bouchwick, продюсер группы Nirvana. Отзываются они новинки весьма лестно. В общем, штука любопытная, ну а что касается цены, то она составляет 370 евро. Ну а теперь самое время перейти к изучению софтовых вкусностей. Начнем мы здесь с бесплатного клона, одного из самых популярных винтажных синтезаторов от MOOC, под названием Radio Shack Realistic Concert Mate MG1. Клон этот раздает компания Cherry Audio, называется плагин Surrealistic MG1+. Звучит синт супер реалистично, хоть и умеет немного. И в общем, если в вашем софтовом арсенале до сих пор нет ни одного плагина, способного выдавать по-настоящему жирный аналоговый звук, то качать обязательно. Я, кстати, синт уже затестил, и он мне понравился. Компания Sample Science решила поделиться со всеми желающими синтезатором Gorilla Bass, заточенным специально под создание рис-басов, тех самых воу-воу-воу-воу, без которых Drum'n'Bass никакой не Drum'n'Bass. Доступен синт в двух версиях, бесплатной с 15 пресетами на борту и платной с 34 пресетами. Пресетов маловато, конечно, но зато басит как надо. Ссылка для скачивания будет ждать вас в описании. Компания Sonus Core бесплатно раздает крутейшее софтовое low-fi фортепиано под названием Low Key. Распространяется инструмент в виде библиотеки для сэмплера Native Instruments Contact и весит аж 6 гигабайт, что уже само по себе говорит о высоком качестве сэмплирования инструмента. Приятно, что библиотека имеет и множество дополнительных опций по управлению звуком, от настройки динамики звукоизвлечения до контроля уровней громкости различных механических компонентов. Есть здесь и встроенные эффекты, в том числе уникальный эффект Glow, придающий звучанию плагина особую атмосферность. Однако работать Low Key или Low Key будет только в полной платной версии контакта. Это стоит иметь в виду. Далее софтовый FM-синтезатор Obzilla с 4 операторами, 64 алгоритмами и 16 формами волны, обещающий простое и интуитивное управление звуком. В отличие от предыдущих полностью бесплатных плагинов, этот можно скачать уже за донейшн, минимальный размер которого составляет 10 долларов. Надо оно вам или нет, сами смотрите, но в простой FM-синтез я, честно говоря, не верю. Хотя, ну кто его знает. Однако на борту есть и пресетики, так что поразвлечься в любом случае будет с чем. Ну и наконец парочка вейвтейбл-синтов. Первый от украинцев SporeSound называется Graphite. Этот инструмент оснащен готовыми волновыми таблицами, двумя фильтрами с настраиваемой маршрутизацией, также сюда можно грузить свои волноформы, есть эффекты, ну короче, эдакая бесплатная замена серуму. Распространяется плагин, как я и сказал, бесплатно, но при желании можно и задонатить разработчикам, они точно не обидятся. Второй синт под названием Vital похож на предыдущий, а его главной фишкой является визуализация всего происходящего в сентезаторе. Сцеляторы здесь будут вибрировать, фильтры будут бегать, ну короче, все примерно как в Arturia Pigments. Этот синт доступен как в бесплатной, так и в платных версиях. При этом бесплатные версии отличаются в основном урезанным количеством волноформ и пресетов, но в остальном это полностью функциональный плагин. Есть еще и версия с подпиской, с отдельными ништяками, ну в общем изучайте, ссылка будет ждать вас в описании. По части софтовых эффектов нас с вами в этом году тоже не обидели. Например, Waves бесплатно раздают шикарный пространственный эффект CLA Echosphere, сочетающий возможности слэп-дилея и пластиночного ревербератора. Заточен плагин в первую очередь под обработку вокала и звучит очень круто, особенно с учетом его фриварности. Изотоп празднует 20-летний юбилей перевыпуском своего самого первого плагина, с которого по сути и началась история компании. Называется плагин Винил, и друзья, это настоящий мастхэв для всех, кто любит теплый аналоговый звук, ламповый перегруз, ну и вот это вот все. Да-да, это не только эмулятор виниловой пластинки, но и сатуратор, и имитатор радиопомех, и на самом деле, что я только из него не выжимал за годы пользования. Пользуюсь, соответственно, им много лет и вам того же желаю. Слэйд Диджитал предлагают скачать бесплатный динамический эксайтер Fresh Air, способный, по словам создателей, добавить в воздух ваши миксы, ну или говоря конкретнее, улучшить звучание верхних частот. Настраивается плагин с помощью всего двух ручек, и особенно полезен он будет для обработки вокала, речи, или, например, превращения винтажных записей в более современные. В комплекте, кстати, идёт ещё и пачка бесплатных сэмплерных библиотек со звуками винтажных драм-машин, и не только, что приятно дважды. GSI VerySpeed раздаёт сразу два плагина, и оба эмулируют звучание винтажных плёночных дилеев прошлого от WEM, CopyCat IC400 и Watkins Custom CopyCat. Это, друзья, настоящая классика. Использовать эмуляторы можно и как дилей, и даже как просто плёночные сатураторы. И гитару через них можно шикарно погонять, или даже драмбиты. В общем, если интересуетесь винтажным звуком, то опять же must-have. Ну, разве что если у вас уже нет дилеев от Arturia. Kodalabs предлагают скачать бесплатный сычуанский сатуратор, который, собственно, так и называется. Sichuan Saturator. Плагин, обещающий добавить в ваши миксы сексуальная бертона, довольно интересно управляется. Например, характеристики перегруза здесь будут зависеть от громкости сигнала. Вроде и не нового, но и с любопытством можно попробовать. Ну и, наконец, для всех желающих подзапастись новыми сэмплами, всего за 3 бакса LoopCloud предлагает оформить трёхмесячный доступ к сервису. Сами понимаете, что за это время там можно просто тон сэмплов будет накачать. Придачу, кстати, дадут ещё и 3 фирменных плагина. Ну а сэмплы можно будет наруливать и обрабатывать эффектами прямо в интернет-браузере, ещё до скачивания. Короче говоря, LoopCloud на сегодняшний день является, пожалуй, одним из самых продвинутых облачных сэмпл-сервисов. Так что регистрируйтесь и запасайтесь сэмплами на зиму. Ну а я на этом с вами прощаюсь, друзья. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если да, то обязательно ставьте лайк, ругайте в комментах улей. Ну а если вы у нас впервые, то не забудьте подписаться на канал и ткнуть по колокольчику, чтобы не пропускать новые выпуски и обзоры. На связи, друзья, до скорого. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!